Друзья, всем большущий привет! Сегодня я подготовил для вас несколько полезных советов. Давненько этой рубрики не было на канале, надо бы восполнить этот пробел. Я думаю всем знакома ситуация с запутанными проводами, будь то переноска или провод от электроинструмента. Сейчас я покажу одну интересную технологию смотки кабеля. Один конец кабеля я накладываю на ладонь, а далее начинаю наматывать кабель между большим пальцем и мизинцем. После того, как остался примерно один метр, снимаю намотку с ладоней, хорошенько сжимаю и обматываю оставшимся проводом. А после делаю петельку и просовываю ее сквозь намотку. В итоге вот так вот компактно все получилось. Теперь можно повесить на крючок и ничего не запутается. Разматывается, все очень просто, потянули и все готово. Данный метод отлично выручает при смотке провода от электроинструмента. Друзья, у данной технологии смотки кабеля есть даже официальное название. Это называется немецкая смотка. Ну что же, кабель смотан, идем далее. Для следующего совета я смоделирую некую ситуацию. Прикручу куску фанеры брусочек и зафиксирую струбциной вертикально. Теперь закреплю еще один кусок фанеры, но только горизонтально. Давайте представим, что вертикальная доска это стена, а горизонтальная это пол. И между стеной и полом у нас вот такая вот щель. Плинтусом эта щель не перекроется, ширины плинтуса попросту не хватит. Но как же выйти из этой ситуации? Нас выручит обыкновенный брусочек. Ширина его должна быть чуть больше ширины щели. Фиксируем его к стене. А после к этому бруску я закреплю плинтус. Далее беру еще один плинтус и закрепляю его к верхней части бруска. Осталось, если установить центральные части плинтуса, я правда не знаю как они называются. И все готово. Вот так вот вполне аккуратно все получилось. Стыка между плинтусами практически незаметна. Друзья, если у вас после прошлых проектов остались ненужные обрезки фанеры, не спешите их выбрасывать. Они еще помогут вам послужить. Нужно лишь разметить центры обрезков и вырезать в них пазы по ширине, равной ширине самой доски. Продолжение следует... Продолжение следует... Пара вот таких вот заготовок получилась. Теперь лишь нужно вставить одну в другую. И в итоге получился вот такой вот настольный помощник. С его помощью можно легко сверлить заготовки прямо на верстаке. Ничего не подкладывая и не боясь, что случайно испортите верстак. При работе с лобзиком он также будет удобен. Друзья, я думаю многие знают, что цианокрилатный клей максимально эффективно работает при более тонком слое нанесения. Но с помощью заводского колпачка добиться этого сложновато. В этой ситуации нас выручит самый обыкновенный шприц. Вернее иголка от него. Надевайте иголку на колпачок. Кстати, она садится очень плотно, как будто там и была. И можно пользоваться. В моем случае клей в виде геля, но даже это не препятствует свободному прохождению клея через иглу. После работы просто надеваем колпачок назад на иглу и можно убрать тюбик для дальнейшего использования. Друзья, сейчас я вам покажу одно интересное применение обыкновенной батарейки. У меня самая дешевая солевая батарейка. Первым делом ее необходимо разобрать. Мне интересен вот этот центральный стержень. Он выполнен из графита. Ну а далее этот стержень я вставляю в держатель электродов самого обыкновенного сварочного аппарата. Благодаря этому стержню появилась возможность сваривать скрутки в распределительных коробках при электромонтаже для улучшения качества соединения. Минус подается на скрутку. Ток я поставил 40 А и все отлично сваривается. Друзья, если среди вас электромонтажники, поделитесь мнением в комментариях, что же все-таки лучше, пайка или сварка? Думаю, многим будет интересно. Вот такой вот получился сегодня выпуск. Поделитесь ваше мнение в комментариях. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я же всем желаю всего самого хорошего, мира и добра вашим семьям. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok